Слово предоставляется Кларе Жебековой, профессору первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кыргызстана. Уважаемые товарищи, позвольте от имени Коммунистической партии Кыргызстана и Народного движения за Союз и Братство народов, которые являются частью нашего Народного движения за Союз и Коммунистическую партию Союза, поздравить всех вас с наступающим великим праздником, столетиям Великой Октябрьской социалистической революции. Я хочу выразить глубокую благодарность РКРП во главе с Виктором Аркадьевичем Кюргеным, что они сумели организовать такую важную, нужную конференцию к столетию. И, несомненно, эта конференция вложит свой определенный вклад в теорию и практику международного коммунистического движения. Моя тема социализма – качественно новый тип цивилизации. Что удивительно, сто лет тому назад человечество тоже стояло накануне социалистической революции. Через сто лет мы вновь стоим, по-моему, накануне этой новой, на новых основах этой социалистической революции. Ибо кризис капитализма, он сегодня достиг, на мой взгляд, самой высочайшей степени, за пределами которого уже идет процесс самоликвидации и самоуничтожения человечества. Потому что узкокорыстные интересы, частно-собственческий интерес, сегодня давлеет во всем. Деньги, доллар, власть, они затмили все живое, все духовное в человеческом разуме, подавляющего большинства человечества. И если мы сто лет тому назад, все-таки капитализм, да, как сказал Ленин, что империализм – это высшая стадия развития капитализма, что он загнивающий, умирающий, паразитический, но оказывается мы еще и не предполагали, к какой степени загнивания может дойти этот империализм. И сегодня, сто лет спустя, вот этот мы видим страшный аллогизм человеческого существования, утраты любых человеческих ценностей и смысла жизни, реального, который поставил во цел ставить путь прогресса, дальнейшее развитие человечества. И поэтому сегодня, конечно, можно сравнивать, провести сравнительный анализ эпохи той, того, той социалистической революции. И сегодня, накануне этой революции мы стоим. И, возможно, столетие подтолкнет субъективный фактор социалистической революции, в частности, ведущую силу коммунистические партии. Тут говорили о необходимости создания интернационалов. Возможно, в этом есть сегодня острейшая необходимость. И вот, если посмотреть, тут говорили о коммунистах. Какие стали сегодня коммунисты? А Макс был прав, путия определяет сознание. Продолжительное время существования в условиях вот этого организирующей капиталистической системы, в условиях глобализации, в условиях, когда все самое плохое и хорошее, в общем-то, очень спрессовано, новые информационные технологии, новые средства связи, они внесли свою новую струю, новую жизнь, и далеко не прогрессивную, вот, в развитии человечества. И вот, чувствуя свое единство, мы должны понимать, что мы, конечно, на качественно ином этапе кануна социалистической революции, нежели это было сто лет тому назад. Поэтому и сегодня наши коммунисты, часть, не все, конечно, есть замечательные коммунисты, верные, преданные, несмотря на любые трудности. Вы посмотрите, да, вот сегодня сколько тут людей собралось, как люди самостоятельно работали, вот, в частности, готовили эту конференцию. Вы знаете, ну, и говорили о других. Потому что нынешняя часть коммунистов, она живет в этом загнивающем капитализме. И эта микро-макро-мета-среда, несомненно, влияет на образ жизни, образ мыслей, и подтачивает ценности тех же коммунистов. Поэтому действительно сегодня другое время. И вот если мы сто лет тому назад, вы помните, социалистическую революцию совершила лучшая часть человечества. Лучшая часть. Во главе стояли люди самые грамотные, самые самотверженные, самые храбрые, которые могли, не задумываясь, отдать свою жизнь, готовые на смерть, на дюрьмы, на ссылки. Потому что это была эпоха такая. После эпохи просвещения люди стремились. И это была вот та необыкновенная духовная стыда для большевиков, когда заметная часть людей, несмотря на огромное количество безграмотности, но низы уже не могли жить по стару. А вверхи, как говорил Денин, не хотят управлять по новому. И сегодня такая же ситуация. И надо сказать, что 19 век, если посмотреть, сделать небольшой обзор, 19 век нам дал человечеству совершенно новую научную теорию, научную идеологию, которая до сих пор не была в истории человечества. Они были, но это были еще метафизические, идеалистические концепции на общество. А тут была дана научная теория, которая показала, каким путем, каким механизмом мы должны прийти к новому в состоянии человеческого общества в социалистической цивилизации. И вот 20-й век дал нам таких гений, если 19 век дали нам Макс и Энгельсер, 20-й век Ленин стали. И вот тут я хотела бы остановиться на некоторых наших, как говорил Виктор Аркадьевич, ошибочных, ошибочных позициях и тенденциях. Первое. Если вы помните, Никита Хрущев обещал к 80-му году, а это значит с 17-го года, я уже почитала, 63 года всего. Как может какая-то новая цивилизация за 63 года достигнуть своей зрелости? Так много классики марктизма писали, что социум — это такой живой организм, как человеческий организм, который рождается, развивается, достигает своей зрелости, потом дыхлеет, стареет. Но каждый тоже по-разному стареет. Некоторые хорошо стареют, некоторые очень маразматически стареют. Правильно, да? Поэтому нынешний капитализм — это такой маразматический капитализм, в котором выхолощено все человеческое. Потребности настолько низменны, настолько дух утрачен. Это действительно какое-то вырождение человеческого духа. И это только не только человеческого духа, но и его как биологического вида. Если сегодня гомосексуалисты, да? Мужчины не хотят видеть, женщины, женщины, вибро. Женщины не хотят смотреть на мужиков. Ну что, какое-то вырождение. Но извращенность. Извращенные потребности. Это абсурдные потребности. И это говорит о таком взагневании человеческого общества. И вот вы знаете, к счастью всего человечества возникли такие гени, как Ленин, Сталин, лидеры, которые сегодня, накануне столетия, мы ощущаем дефицит этих гениев, дефицит этих великих личностей, которым люди поверили бы и пошли бы. Но я хочу сказать, вот вижу наших дорогих товарищей, которые не на словах на деле сегодня борются за свой социализм, за свое социальное устройство, за свое право быть достойными людьми и жить так, как они хотят. Низкий поклон юго-востону Украины, низкий поклон и Донецку, и Луганску, и всем. Мы все время очень, очень внимательно смотрим. И вот такой фашизм сегодня мировое сообщество, и так называемая Европа, извините, пожалуйста, и это так называемый Соединенные Штаты Америки, и так называемый бывший Советский Союз, мы это терпим, мы молчим, мы молчим при нашем всеобщем молчаливом согласии. Идет этот беспредел. Если бы вся Европа восстали бы, коммунисты и левые силы Америки поднялись бы, все бывшие советские поднялись бы против этого фашизма. Так люди поднимались в Великую Отечественную войну, да давно им уже вот так. Как было бы. Но наоборот. Сегодня Центральное разведное управление, сегодня все спецслужбы США, Европы, все эти военные базы, которые насадили вокруг, не на территории бывшего Советского Союза. И тут у нас товарищи с Трибалтики есть, с Польши есть. Вы посмотрите, какой беспредел они творят. Пугают Северную Корею. Им, видите ли, не нравится. Хотят, убьют Ирак. Хотят, убьют Сирию, Ливию. Весь Восток раздолбали. Игеризация. Оплачивают. А вы знаете, бедное население, никому не нужное, безработное, идут в ИГИЛ. Нам надо не просто ругать ИГИЛ, но мы должны понять и причины, почему люди туда идут. Потому что их финансируют. А кто их финансирует? Снова же Америка, Саудовская Рада, Казарь, которых мы любим, которых мы. У нас миллион, вот у нас более трех тысяч мечетей. У нас набирает силу эта идеализация и исламский экстремизм. И не только исламский экстремизм. И вот тут хотелось бы сказать о тех, да, о периодизации. Вы знаете, если мы посмотрим, я уже не говорю о других, вот рабового, первобытной общины строят, триада Гегелевская. Помните, да? Где это такое? Каменный, потом бронзовый, потом железный, так, триада. Следующая эпоха частной собственности, это была общественная собственность. Следующая эпоха частной собственности, она имеет свою триаду, она имеет свои подскачки. Рабовладельческий, феодализм и капитализм. Ну где вы видели, чтобы рабовладельчество, вот она прожила, думала, что за 70 лет рабовладельчество достигло высокой стадии развития, что ли, от первобытной эпохи? Феодализм более 10 веков. Капитализм. Пять, на шестом веке возникает новая цивилизация, социализм. А мы захотели, Никита Хурчев захотел за 63 года создать развитое состояние новой цивилизации. Это же глупость. Есть мои точки зрения, мы, конечно, в советское время, наши ученые многие написали о развитом социализме. Я думаю, это была тоже ошибочная позиция. Мне кажется, у коммунистической формации есть своя триада. Это ранний социализм. Я студентам своим давно так читаю. Я им объясняю и рассказываю. Ранний социализм. Ну не меньше 100 лет. Если бы мы нормально развивались, быть контрреволюцией не было бы, мы, наверное, сейчас студили бы фазу перехода от раннего социализма к развитому социализму. А мы, опережая, писали о некоем развитом, у людей, вы знаете, желание, когда желание не совпадает с реальностью, это тоже диссонанс человеческой психологии. А следующее, это действительно коммунизм. Ну коммунизм, вы знаете, это общество, где нет государства, где нет классов. Но до этого же еще надо дожить, правильно, да? Довести экономику. Вот утром пример психологический. Приходишь, никто тебе ничего не ложит, ты берешь столько, сколько тебе хочется, да? Ну к вам там записи. Но каждый берет столько, сколько ему надо, правда? И не больше. Ну, видите, психология, когда все бесплатно, когда, то есть это все платно, ну тогда будет другая. И тогда никому не надо вот так хапать, хвататься. Но мы же еще не дожили до этого, мы не достигли такого высокого уровня экономического развития. Поэтому вот всем я хотела давно сказать о том, о периодизации коммунистической информации. Макс и Энгельс написали две фазы, социализм и коммунизм, правильно, да? Но я считаю, что социализм, он тоже имеет свои, скажем, ранний, развитой, а потом, наверное, коммунизм. А за коммунизмом я с студентом своим говорю, это я сама дохожу, понимаете? Что это не есть, если человечество будет жить, и мы не погибнем, мы достигнем еще какой-то новой стадии. Не может быть, не может быть, чтобы, ну, диалектика сама говорит, ничего вечного что? Нет. Мы ступим еще на какую-то новую стадию своего человеческого развития. Но это будущее. А может быть, ну, вообще мы просто погибли. Веку катастроф. Понимаете, может быть, и такой вариант. И вот, это вот то, что хотелось вам сказать о периодизации. Поэтому, конечно, уважаемые, сегодня уже такой загнивший капитализм, вот верите, не верите, это сегодня объективная необходимость. Эпоха социалистической революции. Это эпоха выживания, самовыживания человечества. Если мы не вступим в эту фазу, значит, человечество выбрит. Вот это частный интерес. Эти, что, вот эти литы, да, которые уже многие даже таблицу умножения знают только. Географию не знают. Вот действительно перебьют и перестреляют друг друга. И экологический кризис. И вообще идет. Компьютерные технологии. Сегодня можно просто остановить, оказывается, можно, все может остановиться на основе новых информационных технологий. Это новые среда. Новые виды войны. И вот еще, о чем я хотела бы с вами поделиться, когда нас разваливали, нам говорили, никто не говорил, что мы идем в капитализм. Они говорили, мы строим правовое, демократическое государство. Ну, извините, пожалуйста, это оказалось обыкновенной, разрушенной, разваленной капитализм. Теодор капитализм. И мы можем сегодня, должны мы отстаивать и говорить о том, что есть не только буржуазная демократия, но есть социалистическая демократия, есть социалистическое правовое государство, которое отражает интересы людей, труда. Теперь, ой, это социалист, это диктатура. А где не было диктатуры? Была диктатура рабовладельцев, диктатура феодалов, диктатура буржуазиев, правильно, да? И диктатура пролетариата. Но диктатура пролетариата ведь кардинально отличается от диктатуры предыдущих господствующих классов. Потому что впервые в истории человечества на авансцену и в качестве авангарда, и в качестве прихода к власти отражения интересов приходит совершенно новый класс. И почему, например, идеологи, либеральные идеологи, либералы, придя, они пытались даже бесплатно все и все раздать. Да потому что надо было ликвидировать рабочий класс. Это единственный класс, который способен отстоять свои права. И, завершая, хочу сказать о чем. Последнее. Последнее хочу сказать о том, что мы тут говорили. Леонид Ефимович, вот с Казахстана товарищи сказали о том, что все-таки как мы должны двигаться дальше. Как мы должны двигаться, где пути. Мы можем, конечно, рассказать, какой социализм, как бы, дорогая, похвалить, какой он был, какие социальные права были. Но сегодня-то совершенно другая ситуация. Как с этой ситуацией выходить, что делать? И готовить сознание нас, сознание народа к этому. Но если будем только ожидать, что когда мы эту революцию совершим, а потом будем жить хорошо, тогда мы будем ошибаться. А ошибаться. Значит, я думаю, действительно, левые силы в определенной мере должны идти на контакт и селитой, и со структурами власти и бороться с рабочим классом, с трудовым христианством, ну и с тем, кто трудится, чтобы все-таки добиваться путем экономической и геологической борьбы своих каких-то и вот тех, посмотрите, какие заработные платы. А какие заработные платы у элиты, у министров? Миллионами. А у людей 15 тысяч рублей, например, да? А народ же может поставить вопрос и сказать, вы извините, пожалуйста, и это писать. Не только просто говорить, но требовать. И вот я когда изучала марксизм, я сама медик по образованию, там понятия, есть политические режимы, есть типы государства, но есть политические режимы. И на эти политические режимы зависят от того, от расстановки классовых сил внутри этого государства. И есть народные силы, не только политические партии, но есть, вот мы, например, используем свое народное движение и называем ее народный дипломатик. Мы выходим на министров, на президента, на правительство, знаете, и на вашего президента, и премьер-министра, этот Баракабаба, да все президенты нас знают. Потому что он постоянно на них выходит, постоянно от них что-то требует. Поэтому я думаю, один вид борьбы, это вот легальная работа с политической элитой и руководителями политических режимов нынешних государств, постсоветских, Европы, Западной, Восточной, Соединенных Штатов Амельяки. Это раз. Во-вторых, мы должны доказать людям, что иного пути нет. Вы врутите все олигархи вместе с теми же бедами. И четвертый путь, подготовка на новом уровне, в каких-то новых, более адаптированных, более, таких, более, ну, очеловечных форм социалистической революции. А как это сделать? Вы должны думать. Ленин говорил, эволюционным путем и ходил революционным. Но, может быть, накануне, в столетии, Великой Октябрьской социалистической революции подумаем над этим? И завершая, хочу сказать, да здравствует Великая цивилизация, которая была настоящей и будущей всего человечества, социализм. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, которая указала и показала совершенно новый, качественный путь образа жизни людей на всей планете. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ